Библиотеку имени Сергея Михалкова теперь вряд ли узнают постоянные читатели. После модернизации, которая началась здесь еще в ноябре прошлого года, здесь появились вот такие просторные яркие читальные залы, новые книжки и современное оборудование. Помимо бумажных книг, есть здесь и вот такие интерактивные. Вообще на масштабную перезагрузку этой библиотеки потратили больше 14 миллионов рублей. Читают книжки в библиотеке нынешние школьники, теперь сидя не за столами, а вот в таких комфортных креслах. Здесь все максимально удобно и продумано. На низких стеллажах книги для малышей, повыше для школьников и родителей. Во всех залах, конечно, бесплатный Wi-Fi и новенькие компьютеры с доступом в интернет. С их помощью дети учат иностранные языки и пробуют создавать мультфильмы по стихотворениям и сказкам. Рассказывают и переходить в библиотеку одно удовольствие. Поменяли полностью мебель, поменялся цвет, появились новые надписи, которых раньше не было. Это очень приятно, поскольку ты заходишь и чувствуешь себя уютно, как дома. Мы с друзьями решили, что надо периодически сюда заглядывать. Тут очень приятно будет все вместе находиться. Есть здесь и вот такая интерактивная витрина. Здесь собраны раритетные издания Сергея Михалкова, которые присылали в дар Красноярской библиотеке со всей страны. Вот выбираем, например, книгу «Наш Красный флот» 1938 года. И она появляется на экране в электронной версии. И теперь можно читать. Обновленную библиотеку осматривает губернатор края и глава Красноярска. Виктор Толоконский хвалит, здесь явно скоро появятся тысячи новых читателей. Так было и с первым проектом, отремонтированной библиотекой имени Николая Добролюбова. После открытия в сентябре прошлого года туда записались 3000 человек. В феврале после модернизации откроются еще три библиотеки в Девногорске, Канске и Минусинске. У нас такая большая десятилетняя, если хотите, 15-летняя программа по осовремениванию библиотечного пространства. На самом деле это уже то, что здесь сейчас делается, это очень большое дело. И несмотря на кризис, мы заложили в бюджете края средства на то, чтобы в следующем году, то есть вы теперь уже в нынешнем, в 16-м, продолжить эту тему. И заложены новые средства. И в ближайшее время Министерство культуры края объявит конкурс на отбор тех библиотек, которые войдут в эту программу модернизации. Что еще успели сделать в год литературы, губернатор обсуждает вместе с работниками культуры на заседании Оргкомитета. В 2015-м поддерживали молодых авторов, издавали книги краевых писателей, а на пополнение фондов муниципальных и краевых библиотек выделили почти 30 миллионов рублей. Виктор Толоконский говорит, год литературы на этом не должен заканчиваться. Нужно продолжить и масштабировать проект модернизации библиотек. Действительно, одно из таких конкретных проявлений работы последнего времени. И это, на мой взгляд, очень своевременно и очень необходимо. По словам губернатора, нужно и дальше поддерживать краевых писателей, придумывать интересные литературные проекты, чтобы вызвать интерес к словесности не только у взрослых, но и у детей. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости.